Они поют, танцуют, играют на инструментах, несмотря на проблемы со здоровьем. В Казани проходит гала-концерт третьего фестиваля Добрая Волна. На одной сцене с детьми выступают звезды российской эстрады. На вырученные средства купят слуховой аппарат мальчику-сироте. На прямую связь с деревней Универсиада с нами выходит Зарина Ахметова. Зарина, расскажи, сколько участников в этом году и приехал ли на фестиваль Игорь Крутой. Добрый вечер, Даяна. Конечно же, Игорь Крутой, как генеральный продюсер фестиваля, сегодня здесь. Перед началом он порадовал журналистов сюрпризом, но об этом чуть позже. Хочу сказать, что Добрая Волна уже в третий раз накрывает столицу. В этом году в гала-концерте принимают участие 110 ребят из 11 городов страны. Все они победители региональных отборочных этапов. Для них это особенный день. Они выступают на одной сцене со звездами российской эстрады. Что же сами артисты думают о Доброй Волне? Давайте послушаем. Я надеюсь, что с каждым годом этот проект крепнет, укрепляется и становится необходимым для всех. Не только участников, но и для телезрителей. Перед музыкой, перед искусством мы все равны, вне зависимости от наших физических возможностей. И здорово, что сегодня все чаще такие темы поднимаются. Здорово, что мечты исполняются, потому что они должны сбываться. Мне безумно приятно быть частью этого праздника для таких ребят. Порадовать их, чтобы их мечты сбылись. Я знаю, как это важно для них, и что они потом всю жизнь будут это вспоминать. Добрая Волна – это не только фестиваль, но и масштабный благотворительный проект, который из года в год исполняет мечты детей. Не только творческие ребятам помогают и материально. С ними поддерживают связь постоянно, даже после проведения мероприятия. Для самих участников это уникальная возможность показать окружающим свои неограниченные способности. Давайте послушаем. Я мечтала о встрече с Софией Ротару и мечтала о поездке в Крым, в Ялту. И так случилось, я сама не ожидала. В общем, вот как раз ровно два года назад, 2 декабря, я была в Москве на Песне года, где лично встретилась София Ротару и потом, летом, ездила в Крым. Мне приснился страшный сон, что я уже влюблен, но не в Аллу Пугачеву и не в МИС-2005, даже не в Наташу Львову, что всегда дает писать. Все собранные с гала концерта средства направят на покупку слухового аппарата для 13-летнего Айрата Зайнадинова. Так что мечты действительно сбываются. Кроме того, как рассказал нам Игорь Крутой, в следующем году с доброй волной в Казань придет еще и новая волна. Вот это действительно уж подарок под Новый год. По словам продюсера, он сказал, что примерно в августе пройдет мероприятие, а пока сейчас организаторы выбирают место проведения. На этом у меня все, Даяна. Спасибо, Зарина. Я напоминаю, это было прямое включение с фестиваля ДОБР.